Возле дверей, чтобы, не дай Бог, деток не царит. Стараются близко не подходить, не общаться. То есть, получается, вы спите прямо здесь, на полу. А где ваша постельная лежит? То есть, вот это ваша постельная? Ну, не все там еще. Из простыни. Так вот стелю, там подушку. Ну, все жалко, где-то. Тамара, хоть и выглядит как бездомная, имеет спальное место в замызганной квартирке. Дальше коридора родная дочь Ира ее не пускает, чтобы не заразить своих шестерых детей туберкулезом. У нее половина голова работает, половина не работает у мамы. Вот так вот ходит по улице, по мусорнику. Вы описываете, как говорится. Ну, то есть, на вас, получается, еще и седьмой, получается, ребенок. Мама, мама! Да еще со спиртным характером мы тоже не привычки. Мама все понимает, но лечиться не идет. Боится, что закроет в психушку, и в итоге вместо прописки на Ватутина окажется на улице. Когда трезва, Тамара обещает и к доктору сходить, и палочку коха нейтрализовать. Тихо, мирно, дружно жили, хоть детей много было, не голодали. А что случилось? Что я забыла от этого? Так если вы вылечитесь, может, все станет опять хорошо? Надеюсь, на это мало, конечно, ну дай бог. А пока Тамаре в собственном доме запрещено прикасаться к чему бы то ни было, кроме специально отведенных для нее вещей. К 60 годам единственные ее пожитки – грязное одеяло и ржавая миска с почерневшей кружкой. У мамы отдельная посуда, так как она водная, я боюсь, ну, за детей боюсь. Поэтому у нее отдельная посуда. И детям вы запрещаете трогать ее вообще там прикасаться? Ну, и чтобы ей не подходили. Ну, старшие они-то не подходят, а вот маленькие подходят. Я его забираю от нее. Ира устала так жить. Она сама инвалид и воспитывает шестерых детей, двое из которых тоже не совсем здоровы. Дома сейчас нет только старшего Саши. Ему 23. Он живет отдельно. Остальные ютятся на 12 квадратных метрах, пропитавшихся туберкулезом и старостью. Это Игорь. Ему 18. Он работает, но плохо связывает слова в предложения. Аня – студентка ПТУ. Ей 16, и она единственная дочка. Ей не очень комфортно спать в одной комнате с пятью пацанами. Юрий – 14. После школы любит поиграть с Олегом. Ему 4. Он очень сообразительный и активный. А это – младший Ванечка. Ему всего три года. И его самое нелюбимое занятие – купаться. Потому что в квартире нет воды. Возьмем в воду, и время того, на газе, в воду. Вот эти ванночки я купила. А воду вы где отбираете? Во дворе, в буфете. А то мы скупаемся. А то они красные фрукты. Воду в квартире перекрыли, потому что Ира и ее дети не умеют нормально ей пользоваться. В доме, где на 20 квадратных метрах живут 8 человек, пятеро из которых дети, не работает даже туалет. Унитазы – это же выливаем воду и затапливаем море. Что за проблема и какая проблема, даже не знаем. Ну а как-то вы пробовали чинить или еще как-то? Вот унитазы. Братья пробовали, это вот, не знаю. Новый унитаз поставили, это же. А как вот вы им сейчас пользуетесь? То есть воды, получается, сейчас нет, уже рано в квартире. А как вы, получается, в туалет ходите? Ну, ходим, набираем воду. И водичкой сливаем? Нелли живет прямо под Ириной. Над этой комнатой как раз находится туалет Шамовых. За год второй раз топят. Это идет труба с туалета у них, с кухни. Идет труба через меня. И вот тут яма. Даже труба видно. Вот, смотрите. Канализацию полностью у них, наверное, ремонтом не делается лет 20. Нелли сложно заснуть под топот пятерых детей и кашель туберкулезной старухи. Но даже в этой ситуации она думает не о себе, а о детях. Просто жалко детей. Потому что дети живут, эта бабушка кашляет в комнате. Харкает, в общем. Правда, слышите, кстати, кашляет. Ой, да. Кричит, орет, маты. Слов нет. Просто мне жалко этой семье. И никто ничего, никто не приходит. Никто не интересуется. Кому в какие двери не стучишься, никто ничего не говорит. Нелли, ставшая крестной младшим детям Иры, иногда их подкармливает. Сладостями балует редко, но тарелка супа для соседей сверху всегда найдется. Периодически вот эту я семью кормлю. Чем могу? Супчик, борщ, хлеб. Когда остается, потому что хлеба как бы много у нас. Всегда берем не только для одной семьи, только для меня. И туда отправляю. И чаи, и то, и то. Каждый раз вот так. Это не то, что так только сегодня. И сахар, и чай, и все, несем туда. Вот сейчас суп приготовила как бы себе и туда отправляем. Вот сейчас пойдем туда. Нелли помогает Ирине почти во всем. Многодетная мама не любит, да и не умеет ходить по кабинетам и требовать положенные по закону льготы. Она уже не верит, но еще надеется, что однажды будет праздновать новоселье. Хотя отписки чиновников говорят об обратном. Мне однократно обращалось и везде, и в исполкоме, и в располкоме. И мне отказывают жилье. А на каком основании что говорят? Говорят, что и квартиры не строят, квартир нет. И все. И какая вот вы очередь? Я вот на очереди где... Номер 275. 275. Это сколько еще лет примерно ждать получается? Еще ждать, а ждать. Ванечка вырастет. Да. Особых перспектив на сегодняшний день, к сожалению, нет. В связи с тем, что город практически не ведет, я имею в виду город, не ведет строительство жилья. Частный застройщик передавал городу определенный фонд квартир в новых построенных домах. Но с 2011 года в Украине был принят закон Украины, который регулирует такую деятельность. И теперь вклад застройщика в социальную структуру, инфраструктуру города, это непосредственно перечисляется деньгами. Отдельная квартира, домик в деревне или несколько чистых комнат, где у каждого есть свой уголок. Большая мечта каждого ребенка, уже привыкшего к необидной тесноте. Я хочу трехэтажный. Трехэтажный. А ты, Юр, какой? Какой? Тоже трехэтажный? Нет. А сколько этажей? Пять. Пять. Что каждому по этажу? Да. А пока есть одна общая комната, желанные дети делают уроки. Они едят и спят в полной антисанитарии, обедают, кстати, поодиночке. В компании тараканов и муравьев всем семействам на кухне Шамовы не помещаются. Поэтому спальня, ставшая и залом, и кабинетом, превращается еще и в столовую. Уединиться нельзя даже на балконе. Либо он рухнет вниз, либо крыша упадет на голову. Когда я ходила добиваться квартиры, так они мне начали говорить, зачем это понарожали детей. Вот это я ищи не этого слова. Я видела эти условия, там однозначно должно быть принято решение комиссии об опеке. Вообще возможно ли в данных условиях, чтобы находились дети. Как по мне, это просто неприемлемо. Вместе с Ирой и ее пятью детьми в квартире живет еще двое ее двоюродных братьев. Говорят, один недавно вернулся из тюрьмы. У него отдельная комната, он так и не вышел. Еще один брат Вадим. Он абсолютно практичен и уверен, семье нужна новая квартира. Все мальчики, одна девочка растет. Девочке надо отдельно, где-то там свое. Мальчики пусть там вместе живут в одних комнатах. Она еще не старая. Там мужа приведет или женится, замуж выйдет. Ей надо или на кучу с детьми. Дети – единственный доход Иры, если не считать пенсии по инвалидности. На всех пятерых женщина получает около пяти тысяч гривен в месяц. Многодетная мать ни дня нигде не работала. Вся ее жизнь – сплошная беременность. Она стала профессиональной мамой. Ира хвастается обновками детей, купленными в секунде. Знает, кто что любит в школе и какие игрушки самые необходимые для малышей. Дети тоже выглядят счастливыми. Даже несмотря на то, что спать им приходится на полу. Вот так вот, да, это вот. То есть и зимой? И зимой, и летом. Ну, вот так вот это вот. Балкон надоет и тянет с балкона. Ну, это, конечно, и выход положения. На сегодняшний день у города отсутствует, сам, так сказать, ресурс получения именно построенных новых квартир. Сегодня очень много разрабатывается социальных программ для поддержки вот такой категории, каковым принадлежат многодетные мамы. В райадминистрацию убеждают, Шамова не единственная, кто живет в подобных условиях. В Одессе таких семей тысячи, и многие из них нуждаются в нашей помощи. Да стучись ли ты куда-то, да сделай что-то. Ничего. Пошла, получила эти деньги. Пошла, купила домой это картошку, то лук, то масло, то все. Сидит на одном месте, Ира, почему не идешь туда? А, шум меня везде выгоняет. Ира, почему ты не идешь туда? Ты стучись, ты своих детей, я не знаю, рискуешь детьми. Она тихая, спокойная. Такое впечатление, иногда смотришь, наверное, такое впечатление, как будто не от всего мира. Помощь Ирине сводится только к небольшим денежным подачкам от государства и закупке констоваров для ее детей к первому сентября. Единственной надеждой для нее может стать кто-то очень добрый, у кого пустует дом и кто пустит туда пожить многодетную семью. Просто за спасибо. Это полный провал органа опеки и попечительства. В данном случае они не доглядели. В данном случае они должны были подавать на разного рода материальные помощи. Они должны были побеспокоиться. Может быть, этим детям необходимо вообще другое место жительства. Они должны были, если надо, кого-то отправить на принудительное лечение. Потому что они должны заботиться об этих детях. Ирина, несмотря на то, что уже шесть раз мама в свои сорок с небольшим по-прежнему ребенок, она наивна и инфантильна. Ей сложно потребовать даже то, что принадлежит ей по праву, даже то, что положено ее детям. В таком случае задача общества, если оно действительно человеческое, просто положите это в руки.